Теплосервис диспетчера ФМСА. Здравствуйте. Аварийно-диспетчерская служба предприятия Тамбов Теплосервис работает в круглосуточном режиме. На горячую во всех смыслах линию поступают звонки от жителей областного центра. Работаем с жителями города Тамбова, которые нам звонят и жалуются либо на температурный режим, горячей воды, отопление, либо где-то они увидели повреждение какое-нибудь, допустим, колодец сильно парит, либо там вода шумит. Они нас предупреждают, звонки делают. Наша задача диспетчерская – принять заявку. И выезжаем, сразу смотрим, где, куда, откуда появилась у нас заявка. Задача аварийно-диспетчерской службы – устранить нештатную ситуацию в кратчайшие сроки. Это особенно важно, когда температура опускается ниже 20 градусов, когда системы теплоснабжения работают в усиленном режиме. За новогодние выходные зафиксировано кратковременное отключение потребителей от теплоносителя. Однако технологических отказов допущено не было. Аварийно-диспетчерская служба в круглосуточном режиме держала руку на пульсе. На аварийно-диспетчерскую службу была большая нагрузка в эти праздники. Принимали много заявок и действовали также оперативно. Температура на котельных изменялась относительно температуры наружного воздуха. Да, у нас были кратковременные отключения, но технологических аварий и отключений крупномасштабных у нас не происходило. Праздники прошли спокойно и жителям было тепло. Начало нового года выдалось по-настоящему зимним. В Тамбове столбик термометра опускался до минус 27. В связи с этим котельные Тамбов теплосервиса были переведены на усиленный режим. Все они работают по температуре наружного воздуха. Прогресс и цифровые технологии пришли и в городские котельные. Сегодня поддать огня в котел очень просто. На данном мониторе мы смотрим параметры. Параметры по теплоносителю. То есть мы видим давление прямой обратки и температуру, заданную по потребителю, то есть прямая и обратка. И температуру по ПВС. То есть вот эти вот параметры мы здесь можем смотреть и контролировать. Если что, мы спускаемся вниз и уже соответственно регулируем с наружной температуры воздуха, какую нам задают. У каждой котельной есть резервные мощности. Это позволяет в морозы подавать теплоноситель более высокой температуры. В случае возникновения нештатной ситуации и выхода из строя котла, в каждой котельной есть резервное оборудование для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. На наших котельных есть резервное оборудование, резервные котлы, насосное оборудование. В случае каких-то технологических нарушений мы оперативно переходим на резервное оборудование и выводим в ремонт оборудование, которое вышло из строя. Оперативные службы тут же реагируют, проводят ремонт на работу и это оборудование опять же включаем в работу. А впереди еще три месяца климатической зимы. И прохождение пиковых отрицательных температур будет для тамбовских энергетиков очередным экзаменом на прочность систем и эффективность реагирования на нештатные ситуации. А мы напоминаем, что телефон аварийно-диспетчерской службы муниципального унитарного предприятия Тамбов теплосервис 530410. Людмила Марченко, Михаил Мальцев, Данил Лычко. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин